Добрый день! Вы смотрите специальный выпуск на ТВ-8. Сегодня мы поговорим о беде, охватившей, пожалуй, все человечество и усугубившейся на фоне пандемии COVID-19. Тема сегодняшнего выпуска – борьба с насилием над женщинами. Вместе с гостями студии мы обсудим меры, которые государство предпринимает, чтобы защитить женщин и девочек, оказавшихся в беде. Мы расскажем о том, как и куда могут обращаться жертвы домашнего насилия, а также узнаем о серьезных последствиях, которые может иметь систематическое психологическое насилие в семье. Сегодня у нас в студии Радика Марару, директор Центра помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми. Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! И господин Адарил Нистер, глава отдела взаимодействия с общественностью и управлением общественной безопасности при НИУ. Здравствуйте! Спасибо, что вы с нами! Добрый день! Хочу отметить, что год 2021, текущий год, был объявлен Международной организацией представительством этой Международной организации Amnesty International в Молдове годом прав женщин. Это соблюдение, защита и продвижение прав женщин в Молдове. Но прежде всего я предлагаю посмотреть сюжет, который мы подготовили вместе с коллегами. Наша съемочная группа направилась в несколько населенных пунктов и спросила у рядовых граждан, что они думают, какова роль женщин в семье, а также как на самом деле относятся к прекрасной половине человечества. Прошу внимания на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Что ты можешь сказать мужчин, более молодые, которые сейчас все они конфрунтны с проблемами, которые ругают親 nosotros, ... Они сходят полмой, все снимают... Но они не работают так。 Почему вы холодистите? Н Biraz холодистệ для мира, и для моих здоровья, более того, что, в большинстве, или нет ребенка, или нет ребенка, потому что это самая большая больная женщина. Управление, может быть, у детей, и поэтому не приходят. Или второе вправление, может быть, что... Решение, из дома, из-за людей, может быть. А что случилось? Скажите, что вы разговариваете? Нет. Ну, это плат, есть грешели, но в семье есть грешели, и все это есть. Вы учитываете каждый день? Нет, не учитываю, конечно. Вы думаете, что это бьет, значит любит? Да. Но вы думаете, что вы увидите полиции? Ну, не знаю, я думаю, что я думаю, как мне нравится полиция. Но вы думаете, что вы не оставите? Не оставите? Нет. Один и с девушками, которые вы ждите, с девушками, и с девушками. И лучше, с девушками, с девушками? С девушками, с девушками, и с девушками. Чего не стоит? это единственный, кто смеется, что он не захватывается дальше. Это я думаю. Что вы думаете, тем кто еще стоят, еще не думают? Что вы думаете? Судьи манеры, посвященные, посвященные, и посвященные, чтобы быть более индепендец, чтобы не зависеть от рода. Ты на месте и работай. И делай вам деньги. И ты сможешь работать с рода. Как вы думаете, почему? Всему виной наш менталитет? Виной менталитет — это, во-первых. Во-вторых, у женщин, которые живут в насилии, очень высокий уровень уязвимости. То есть тут было очень чётко сказано, у неё есть дети, она боится остаться одной с детьми. Потому что у нас бытует такое мнение, что женщина не может одна вырастить ребёнка. У женщины должен быть мужчина. То есть у ребёнка должен быть отец. И это особенно сильно развит, вот этот менталитет, в сёлах. Если в городах ещё женщины могут допустить, что она поднимет своего ребёнка сама, то в сёлах совсем по-другому. Они боятся. Они боятся. Дальше. Уровень уязвимости в том, что ей некуда пойти, ей негде жить. Зачастую они проживают вместе. Либо в домах родителей, либо в доме, который супругу принадлежит. Куда она пойдёт с детьми? Ей некуда идти. Дальше. Зачастую женщины сидят дома, они не работают. У них нет собственных финансовых ресурсов. Конечно же, они боятся. И так получается замкнутый круг. В такой манере, что она боится сделать шаг. Она, с одной стороны, вроде бы знает, что надо сделать шаг, но она боится. И ещё, тоже было подмечено в репортаже. Очень много женщин, которые уже в зрелом возрасте живут в насилии, в детстве тоже жили в насильных семьях. Из поколения в поколение. То есть насилие передаётся из поколения в поколение. Если женщина думает, ну хорошо, хоть меня бьёт, но детей не трогает. Дети, они косвенные жертвы. Они в любом случае страдают. То есть даже если тот факт, что они изучают вот этот тип поведения жертвы, значит всё, мы и этому ребёнку испортили жизнь и будущее. Спасибо вам за ответ. Господин Анистер, у меня к вам вопрос. Почему женщины боятся обращаться в правоохранительные органы, находясь с агрессором в одном помещении? Господин Анистер, у меня к вам вопрос. Сí цели exemple, которые у нас были вовси с дать, а почему они были врачи от Тимастера, В our девушке, На нас еще не persistов, и в большинстве, в foundingи зальны в реализации, и в крокос, страны в мировое земле. И еще не просто старте, что фрика, Роутория людей Майдаль, которые мусоргают, что не обрабатывают органами политики или авторитетей публики, для того, что они будут дать осуществить, иначе появляется ущения ваше ваше через другие мембрии. Моя или джентль, ваше ваше власть в семье, по-дохне, 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 и, кстати, ваше воли покрытие, в отношении на улице. как и с другими компаниями, Мы указываем, что мы указываем, что мы указываем, что они уже прошли уже через violенство, или что они употребляют в предыдущей лори, чтобы осознавать эти случаи, потому что мы, в коммуне с авторитетами, мы должны intervenить и осознавать эти ситуации. Не в разуме, как раз comentает и коллега, фрика, что человек или она может быть самой страной в этом уголке, в этом учебе сожжетого детства, в промышлении и отчимания материалов или финансирования от взрослых детей, как и детей, в таком, что это делает в том числе и женщины, чтобы не распортировать в большинстве ситуаций. Но это важно и все женщины, потому что у нас не только женщины, но и женщины, но и женщины, что человек, который который используется в отношении сочинения, который в отношении стремления, который требует, в continuу, на поддержку поддержку, и, в случае этого, нужно испарить эту фрик. Потому что, когда рапортирует, когда рапортирует, когда рапортирует, не постоянно это примит маслари и в принципе обрабатывания подходит кодом контрревенции или кодом penal. Если это на стадии воплотно, и кастрюль в семье, это первое место и не быть границей, то полиция не будет и обращается и избежать нормы, и обращается на 10 дней, Если вы мне позволите, я хочу привести официально статистику, вы можете меня поправить, если я не права за 2020 год, за год, за год пандемии было зарегистрировано официально 700 уголовных разбирательств, все они касаются насилия в семье, это официальные данные Генерального инспектора полиции, а также 1400 административных разбирательств. Господин Нистер, это много или мало? Если сравнить с годом 2019, когда не было пандемии, когда женщины не находились на карантине вместе с агрессорами. Если мы говорим о статистике comparом 2020 с 2019, в зависимости от анализов на которые мы делаем, мы constатаем, что мы имеем у шоара скаде в отношениях в отношениях в семье, который относительно технологическихулей в отношениях о Brazilian АндерIN II и за год килограмм подписи на нашу комнату. о информации в сообществе, мы уже можем о Казах Распортные В этом году, что вы обращались? В этом году, как они не были сезены, и здесь есть вступление, что все, что они, потому что они, как они иначе, они у них уничтожены, что они, или они уничтожены, о том, что они о том числе, они о том числе, которые были в семье, и они о том числе правилами. И в саду мы соберем возможность К мерам защиты мы обязательно вернемся. Госпожа Марару, у меня вопрос к вам. Кто, по вашему опыту, чаще всего сообщает о насилии в семье? Жертвы, потенциальные жертвы насилия или же родственники? Нет, жертвы, они боятся в большинстве случаев. Это родственники, соседи, либо мы тут можем говорить о школе, учителя, воспитатели в детских садах. То есть по детям они тоже узнают, страдает ли этот ребенок, растет ли этот ребенок в насильственной среде или нет. Что касается нашего центра, то, согласно статистикам, большая часть жертв приходит в наш центр благодаря полиции. То есть когда полиция выявляет жертву и сразу же предлагает убежище тем женщинам, которым некуда пойти. Даже с детьми, женщина с детьми может найти убежище? Да, женщина с детьми. Мы также предоставляем убежище. Скажите, а почему, по-вашему, как вы думаете, почему в сельской местности все-таки чаще эти случаи встречаются, насилие над женщинами? Случаи встречаются не чаще, чаще узнают об этом, потому что в семье, ой, в селе мы все друг о друге знаем. Одна семья. Одна семья, да. В городе закрывается дверь квартиры, и очень трудно услышать, что там происходит. Или это, например, семья, которая снимает квартиру. То есть соседи не хотят рапортировать, не хотят вмешиваться, да. Поэтому утверждать четко, что в селе чаще встречается и в городе меньше, я бы не утверждала. Было ли так, что соседи сообщали, что есть какая-то подозрительная ситуация? Конечно, было. Конечно, и не единичные случаи. Много случаев есть, когда соседи неравнодушны. Но опять же, тут очень много зависит от человеческого фактора. Господин Нистер, в такой ситуации, если соседи сообщили, что есть подозрительная ситуация, подозрительное поведение, шум, что происходит? Правоохранительные органы вынвигаются, направляются экипажи. Могут ли они, грубо говоря, сказать, что не имеете права проверять их семью и, на самом деле, агрессор просто закроет двери, не захочет общаться с полицией? Есть ли какая-то правовая основа? Как вам не пропит, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в открытии козырами рапорта и о том, что это неизвестное, а неизвестное, а неизвестное, это было очень хорошо, когда эти родители, и если мы говорим на медиу-урбан, не дожище, но в большинстве козырами рапортируют. И вот, когда примет в Апел 1.1.2, о том, что это было в семье, на фаае локу, это депутат эхипа полиции, Эхипа де полиция Которая, которая История, которая Счет, чтобы идентифицировать Если есть или не есть Факта Виоленцем в семье Потому что С случается, что С рапортирует Дескать, когда вы Ви на фааа локу И evaluать ситуация И стабилизти Которая, по-другому Тулбурание Виоленцем 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 Сея 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 Виоленцем 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 А как и ограничения хедоотрики, конкретно он не имеет права подходить к женшине? Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да. Да, 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 да. Да, да, да. 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 Тот человек, полицейский, это тот специалист, который в любом случае он обязан проверить информацию и удостовериться, верна информация или нет. Если верна, то он обязательно должен будет дальше сделать следующий шаг. Либо, как уже говорил коллега, предписать незамедлительное предписание и так далее. Но я тоже... Если не хватает смелости обратиться к полицейскому, тогда в каждом селе в примарии есть социальный коммунитарный ассистент, к которому, опять же, можно обратиться. И он знает дальше, что и как делать. Либо к другому, любому другому специалисту, который он найдет на местном уровне. Это тот же учитель, тот же примар, тот же работник из примарии. То есть все специалисты, которые работают на местном, начиная с местного уровня, они знают, они были обучены и знают, как дальше, какие шаги дальше предпринимать и кому нужно обращаться. А в вашем центре какую помощь могут получить женщины? Они могут обратиться? Взяла детей, прибежала, без ничего, помогите? Да, у нас есть случаи, когда женщина приходит в наш центр. Мы работаем 24 часа в сутки, то есть без выходных, без праздников и так далее. То есть она может обратиться, и она получит, во-первых, убежище. Дальше уже социальный ассистент, он в результате его работы, он сделает перечень всех нужд этой женщины. И у нас в центре в обязательном порядке получит психологическую помощь, если надо будет и медицинскую помощь. Мы обращаемся к специалистам узким, если надо. То есть всю ту необходимую помощь, которую нужно предоставить женщины с детьми, мы предоставляем в нашем центре. Плюс, если ребенок на протяжении периода, когда вместе с мамой находится в центре, проживает в центре, то мы в обязательном порядке записываем в школу ребенка, чтобы он не пропускал занятия. И такая возможность есть. Дальше мы уже пытаемся, исходя из тех нужд и чего хочет сама женщина. Если она решила для себя четко не возвращаться, дальше мы обращаемся к юристам и уже по цепочке со всеми вытекающими отсюда действиями. У нас, к сожалению, не так много времени осталось. Я бы хотела спросить вас, что вы можете порекомендовать женщинам, может быть, тем, которые не только с физическим насилием сталкиваются, но и с психологическим. Как побороть эту ситуацию? Как пережить это? Вообще-то насилие в семье, оно характеризуется, имеет цикличность. И этот цикл, он имеет место по кругу. То есть есть период, когда была вспышка агрессии, потом есть период, когда затишье, после затишье идет прощение и так далее. Дальше идет опять накопление всего негативного. И после периода накопления опять идет вспышка агрессии. Женщинам я бы порекомендовала не терпеть насилие, потому что насилие порождает только лишь насилие. И, к сожалению, очень много женщин есть, которые очень много лет страдали от насилия. И в конце концов был момент, когда они не в состоянии были сделать очередную вспышку насилия, перебороть. И они тогда взяли топор, либо взяли в руки нож. И получилась очень большая трагедия. И дети остались и без матери, и без отца. Поэтому самое первое – это не терпеть. Потому что насилию нужно один раз сказать «нет» и взять себя в руки и идти вперед. Благодарю вас за рекомендацию, господин Министер. Что вы можете сказать женщинам как себя вести и чтобы не допустить трагедии, как с одной стороны, так и с другой? А также чтобы рассказать, что вы не понимаете, что… Мы не откыважем «тесерье», но, в отличие, что нужно сделать речу женщину и граждану в семье разговаривать по каждому чему по Incorporфону, что в семье signature частми взяли в случае, у нас употребляем человека, и действительно задают, мы Lena, и осмешаем и confidenceрешие, в основном, чтобы на 해�е, что мы поясним, и чтобы помочь с вами, Не поймем за ситуацию, мы говорим в действие и говорим «но тоже у меня в состоянии становится сегодня, что у нас сказали рано, что у нас сказали, даже в частности, мы можем использовать акции, чтобы мы начать с этим, мы можем узнать об этом, чтобы мы начнем с этим, и начинаем проверить обучение рисков и с этим, чтобы мы начнем этот момент. В данном случае, мы рекомендаем что-то, если мы знаем или мы знаем, кто-то обучаетесь, чтобы не заболеть с этим, чтобы не было на номер 1, 1, 2 или ребенок, как говорится, асистент социал-комнатислав Примарный, даже и другие. потому что, в данный момент, в подсерк는데, ведь и в данный момент, если вы выбираешь ограниченные лица, то есть следует о себе в последнее время, вместе с границей, это еще какое-то вида только для себя. Здесь установлена личность, в обществе, и indicи осознение будет или лице учитывать, и посещать, в последние чувства, а от того, с помощью лошадей, и спросить ли это об2018. стимуляции или нет, и в моментае упражнение в перечо, в пище и зелено, а в целом предупреждения или не упражнение, то можем, въедить в перечо, мы решим, чтобы мы не разговариваем и не помним, потому что, в многих рахах, когда они неизлины, они не могут заправляться с разными как вы говорите, а разными ситуациями, у нас не будет случаться, а мы не сможем Не нужно молчать, нужно говорить о своих проблемах. Это был специальный выпуск на ТВ-8. Я благодарю вас за участие. Спасибо, что вы пришли и были с нами. Берегите себя и близких вам людей. Всего доброго. До встречи в эфире на ТВ-8. Редактор субтитров А.Семкин